Ну и более подробно эту тему с Натальей Блоксенко-Бутырской обсудим. Это эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики. Здравствуйте, Наталья, рады вам в эфир Фридом. Здравствуйте. Вот поясните, пожалуйста, в данном случае мы фиксируем и видим, ссылаясь на данные Генштаба Вооруженных сил Украины, что довольно-таки все чаще и чаще Россия стала использовать баллистические ракеты, боеприпасы иранского либо северокорейского производства. А сможет ли мир повлиять на этот кричущий факт, повлиять и подействовать, я не знаю, в виде санкций, которые и так уже тысячами внедрены против Северной Кореи, против самой Российской Федерации? Сможет ли это иметь какие-то последствия для самой Российской Федерации, которая использует данные боеприпасы по мирным городам? Но, к сожалению, мы с вами видим не очень активную и не очень сильную реакцию мира. Да, например, Соединенные Штаты Америки и наши западные партнеры пытаются говорить о санкциях и пытаются решать эту проблему, но мы не видим эффективности решения. Например, что касается Северной Кореи. То, что снаряды поступают в Россию, мы знаем уже больше, чем год. Но, к сожалению, какой-то еще дополнительной реакции, а самое главное, эффективного влияния на эту ситуацию мы не получили. Дело в том, что Россия не только получает эти виды оружия с стороны Северной Кореи, но она очень активно нарушает и все резолюции ООН. Мы с вами об этом говорили. Но дело в том, что на уровне Совета Безопасности ООН эту дискуссию только поднимали. У России есть право вето, то есть наложить какие-то дополнительные санкции на международном уровне не только не получается, но дело в том, что Россия еще и прекратила деятельность мониторинговой группы, которая работала более 16 лет и как раз отслеживала то, каким образом санкции против Северной Кореи на международном уровне выдерживаются. И, например, Южная Корея, которая для нас не только партнер и страна, которая поддерживает Украину, но в какой-то мере страна, которая заинтересована в том, чтобы остановить это сотрудничество. Во время своего председательства на Совете Безопасности ООН, как страна, которая занимает эту позицию временно, то есть не на постоянной основе, Южная Корея поднимала вопрос взаимодействия России и Северной Кореи. Но дальше просто дискуссии это не дошло. И Южная Корея вместе с Японией и Соединенными Штатами Америки сейчас думает над тем, как сделать альтернативу той мониторинговой группе, деятельность которой была прекращена Россией. Ну, это обговаривается на уровне трех стран. К сожалению, мы не видим поддержку мирового сообщества в этом направлении. И, как мы видим, на уровне мирового сообщества проблемы и взаимодействия России с Ираном, и взаимодействия с Северной Кореей, они остаются локальными проблемами тех стран, которые находятся рядом, для которых это угроза, и для Соединенных Штатов Америки. Но, с другой стороны, есть еще вопрос. Дело в том, что предыдущие расследования касательно северокорейских ракет, которые были найдены на территории Украины, в частности, возле Харькова, они показали, что где-то 90% элементов этих ракет принадлежат западным компаниям. И среди них, например, 75% важных элементов принадлежат компаниям, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, есть Япония, Германия, Сингапур и так далее. То есть, имея эту информацию, наши западные партнеры до сих пор не смогли прекратить и момент получения элементов, которые производятся у них на территории. И таким образом получается, что то оружие, которое производится на территории Северной Кореи, и которое может быть еще и угрозой для самих Соединенных Штатов Америки, но они не могут прекратить даже элементы получения и прекратить эти пути получения важных элементов для северокорейского оружия. Ну и самое главное, надо понять, какие это пути, через какие страны, посредством каких стран, ну, скорее всего, это Китай. И вот о влияниях на Иран и на Северную Корею далее давайте поговорим, потому что вот об учении в Иране российских военных использование баллистической системы малой дальности ФАТ-360 может свидетельствовать о готовности Тегерана поставлять это вооружение для применения в войне против Украины. Об этом рассказал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Давайте услышим и потом обсудим. Точные временные рамки ожидаемой доставки ракет ФАТ-360 в Россию неизвестны. Могу предположить, что это стратегия подготовки врагом к осенним действиям для экономии ракет «Искандер», для чего они думают использовать иранскую баллистику и уже летящие на Украину ракеты из КНДР. «Искандеры враг хочет беречь, похоже, для возможных ударов по инфраструктуре». Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. В Телеграм. И вот, Наталья, тут важно понять, на сегодняшний день какие взаимоотношения между США и Ираном. Если мы видим в контексте Израиля, США обращаются по своим каналам к Ирану не наносить удар, или предупреждения посылать не наносить удар по Израилю, либо же наоборот Иран просит о том США, чтобы не мешать наносить удар по Израилю. То есть, есть взаимоотношения некие. Могут ли США также обращаться к Ирану, не помогать Российской Федерации, не тренировать российские войска и не давать к этому ракеты, не тренировать использовать эти ракеты и не предоставлять эти ракеты? То же самое, что касается Китая. Можно ли, нужно ли обращаться к Китаю, чтобы как-то повлиял на Северную Корею, чтобы Северная Корея не предоставляла ракеты Российской Федерации? Какие страны имеют подобное влияние на Иран и на Северную Корею? Здесь разные. Что касается Соединенных Штатов Америки, отношения с Ираном у них сложные, ввиду того, что Соединенные Штаты Америки партнер Израиля. И для Ирана достаточно того, чтобы воспринимать Соединенные Штаты Америки негативно. Но, тем не менее, у них есть свой уровень влияния, где они давят на Иран и указывают на то, чтобы они не поставляли России ракеты. И это мы давно с вами слышали, наверное, больше года назад, о том, что Иран может поставлять России ракеты. Эта информация постоянно была в средствах массовой информации Запада, в влиятельных изданиях. Но, тем не менее, за это время Соединенные Штаты Америки по своим каналам удавалось предупредить это взаимодействие. Ну, кроме того, надо учесть, что Иран тоже находится в непростом положении из-за его отношений с Ираном. И не исключено, что Иран переживал свои, например, ракетные возможности для того, чтобы в случае возгорания ситуации с Ираном иметь эти ракеты. Но дело в том, что так как эта информация постоянно у нас есть на виду, не исключено, что Россия все-таки пытается заполучить эти ракеты. И, к сожалению, в какой-то момент мы можем найти их на наших фронтах. Потому что любая информация, даже неподтвержденная, к сожалению, через какое-то время подтверждается. Что касается Китая, то уровень взаимодействия как с Ираном, так и с Северной Кореей у него, можно сказать, дружеский. Если не дружеский, то другой уровень влияния. Китай закупает Ирана, который находится под санкциями, много нефти и газа. И поэтому помогает таким образом Ирану как-то экономически поддерживать свое состояние. И в этом случае Китай может не надавить на Иран, а попросить. Немножко другая форма этого влияния на Иран. И, например, Соединенные Штаты Америки обращались к Китаю, чтобы он повлиял на Иран, что касается ситуации на Ближнем Востоке и что касается его действий касательно Израиля. Потому что и Соединенные Штаты Америки, и Китай не заинтересованы, чтобы на Ближнем Востоке запылал большой конфликт. В этом случае они влияют на Иран с разной стороны, но цель у них одна – предотвратить этот большой конфликт. Что же касается Северной Кореи. Да, Китай имеет серьезное влияние на Северную Корею, потому что он не только самый главный торговый партнер, но и страна, которая помогает Северной Корее не упасть экономически. И, казалось бы, в этой ситуации Китай должен быть заинтересован в том, чтобы Северная Корея не поставляла России оружие. Но мы с вами не видели совершенно никакой реакции на это военное взаимодействие со стороны Китая. И тем более какой-то критики в сторону Северной Кореи, в сторону России, потому что в любом случае это нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, под которым подписывался Китай. К сожалению, мы не видим желания Китая повлиять на это взаимодействие, поэтому и не можем ожидать, что Китай каким-то образом, например, поможет нам прекратить эти поставки. И не только нам, а поможет миру. К сожалению, нет. И тут возникает вопрос. Так правильно ли я понимаю, что Российская Федерация уже на долгую перспективу нашла себе новых партнеров, так сказать, международных союзников? Это страны-изгои, представители-террористы, которых, кстати, некоторые из них Российская Федерация сама считает террористами, но продолжает с ними общение и взаимные дипломатические визиты? Безусловно. Для Северной Кореи и для России открывается новый путь взаимодействия, потому что они подписали буквально несколько месяцев назад договор очень серьезный о взаимной обороне, среди прочего. Там есть четвертый пункт, который говорит о том, что в случае нападения страны или группы стран на Россию или на Северную Корею, другая сторона немедленно всеми возможными средствами помогает своему партнеру. То есть получается, что Россия подписала договор с Северной Кореей о взаимной обороне, и там речь идет не только о взаимной помощи в случае войны или нападения на одну из этих стран, но и с моей стороны и создала площадку для глубокого взаимодействия на большую перспективу. И то, что касается военной поддержки не только средствами, но и торговли оружием. Потому что в последнее время южнокорейские СМИ на основе разведывательных данных своей страны пишут много о том, что северокорейский лидер много работает над усилением своих производственных возможностей. Ну, очевидно, что это делается для того, чтобы помогать России продавать оружие, ну а взамен получать все нужные средства для их экономики. И вы в своем сюжете уже говорили, что было замечено продвижение товаров потребительских. Ну и, возможно, и для того, чтобы усилить свои военные возможности. И смотрите, что касается даже ракет, которые используются на территории Украины. И многие говорят о том, что эти ракеты имеют очень низкое качество. Но, к сожалению, у Северной Кореи, которая испытала эти ракеты только у себя на полигонах, есть возможность в военных условиях смотреть на результаты использования своих ракет. И таким образом усовершенствовать их с помощью России, с помощью российских ресурсов. Это уже другая, более широкая проблема, на которую должны обращать внимание в мире, потому что совершенствование этих ракет, с одной стороны, оно несет угрозу нам, потому что используется на нашей территории и убивает наших людей. С другой стороны, эти ракеты могут быть направлены и против Южной Кореи, и против других, например, Японии и так далее. То есть получается, что для Северной Кореи очень хороший полигон на территории Украины с помощью России. Что же касается Ирана, то Россия готовит тоже большой договор, который называется договор о всеоблимливающем стратегическом партнерстве. И согласно российским источникам, он уже был готов по своему содержанию на июнь, но некоторые политические изменения в Иране, они отложили подписание этого договора. Для России Иран становится очень важным источником не только оружия, но и становится страной, которая помогает России подрывать нынешний международный порядок в открытую, потому что две страны находятся под санкциями. И в определенной мере жизнь под санкциями и опыт жизни под санкциями, которые имеются и у Ирана, и в Северной Корее, они стали каким-то таким источником знаний для России. И они используют эти каналы обхождения санкций, а также они используют эти страны, которые ничего не боятся, которые и так под санкциями для получения оружия, как мы видим. Ну и не только. Например, что касается Ирана, то Россия пытается выстроить свою логистику, которая не будет подлежать какому-то давлению со стороны Запада. И таким образом они сейчас развивают серьезный коридор Север-Юг, который проходит с Россией на территорию Ирана, имеет прямой выход в Индийский океан, то есть для торговли с Индией, допустим, что касается России, для торговли с странами Персидского залива. И это тоже еще такая вот стратегия России, разрабатывать свои возможности, и логистические в том числе, для ведения длительной войны. Ну и, собственно говоря, и общая такая военизированная и глобальная стратегия России, она реализуется с помощью этих стран. Спасибо вам, Наталья, за то, что нашли время к нам присоединиться. Напомню нашим зрителям. Наталья Аплаксиенко-Бутырская, эксперт по вопросам Восточной Азии, магистры внешней политики, была с нами на связи. Несколько минут и вернемся в прямой эфир. Спасибо.